Здарова! Это обзор Atmoporg, я Трэш, и сегодня у нас двойной топ-10, приуроченный к завершению конкурса. Многие из вас спросили о топе игр для VR и о топе игр для Nvidia Tegra, но обладателей того и другого не так уж много, поэтому я откладывал эти топы до последнего момента. Но, так как у нас проходил розыгрыш именно этих призов, было решено все же сделать топы. Ну, а когда еще будет такая возможность? Кстати, за результатами конкурса можно было наблюдать в реальном времени в нашей группе. Ну, или посмотрите ролик о том, как это было по этой ссылке. Мы радуемся за наших победителей и скорбим за павших в этом бою. Ну что ж, приступим к топам и начнем, пожалуй, с топ-10 игр для Nvidia Tegra. Про One Thunder не слышал разве что только глухой. Масштабные онлайн-сражения, посвященные событиям Второй мировой и войне в Корее. Огромное количество боевой техники и сотни игроков в одном сражении. Бои могут проходить в воздухе, на суше и даже в море. И все это одновременно. Благодаря мощности процессоров Nvidia вы сможете играть с полноценным клиентом и на равных возможностях с другими платформами. Doom 3 BFG не четвертый, конечно, но тоже хорошо. По сей день мало какие игры могут похвастать графикой такого уровня. Ну а в BFG версии вы сможете насладиться динамическими тенями, новыми текстурками, двумя последними аддонами и двумя предыдущими частями, чему, несомненно, будут рады настоящие ценители Doom'а. Первый Портал — это настоящий подарок для андроид-игроков. Только вот придется обзавестись геймпадом. Ну, как и для большинства последующих игр. Портал — игра, перевернувшая взгляд на головоломки и привычный FPS. Совершенно уникальный стиль и сюжет. Настоящая дразнилка для мозга, наполненная тонной черного юмора и сложных задач, грамотно вплетенных в сюжет. Если ты до сих пор не понимаешь, как можно дружить с Кубом, или не знаешь, почему торт — это ложь, то нефиг и во вторую играть. The Talos Principle, как любят говорить, не Портал, но тоже хорошо. Философская головоломка от первого лица, разработанная знаменитой компанией Кро Тим, подарившая нам серию серьезного Сэма. Эх, серьезные Сэмбы на андроид, да по мультиплееру. Так о чем я? Ах да, разработчикам бездумных экшенов удалось создать настоящую притчу о роботе, блуждающем по остаткам человеческой цивилизации и задающимся вопросами о бытие. Half-Life 2. Да. Но тут никаких представлений и описания, друзья мои. Это уже было сделано тысячу раз. Если ты до этого ролика так и не узнал, что это, или не поиграл в это, а не поиграв, ты и не узнаешь, то я тебе ничем не помогу. Вот просто знай, что она есть на Nvidia Tegra и все. Как же я обожаю Трань 2. Великолепный геймплей, сказочная атмосфера и просто потрясающая художественная графика. Мало того, на Nvidia Tegra ты сможешь насладиться игрой вместе с друзьями по мультиплееру. Три играбельных персонажа с уникальными особенностями. Захватывающие приключения, интересный дизайн уровней. Кучу возможностей и вариантов прохождения, дающих полную свободу для твоей фантазии в решении головоломок. В Borderlands 2 вы также сможете поиграть вместе с друзьями. Вам придется пройти долгий путь, исследуя планету Пандора. Сражаясь с многочисленными противниками и собирая уникальные виды оружия. Господи, там столько видов оружия! Что я чуть не разлюбил ее из-за этого. В Borderlands 2 в команде появился Берсеркер Сальвадор, умеющий стрелять из двух рук одновременно. Бесшумный Ассасин Зеро, Сирена Майя и солдат по имени Экстон. Короче, если не пробовал, не пропусти это веселье. Рочет – это забавный пазлоплатформер о приключениях космического шахтера. Конечно, из аркад и Лимбо заслуживает место в этом топе. Но он не принесет столько веселья в дороге. Красочные уровни, великолепная графика, пять продолжительных и увлекательных глав, наполненных разнообразными противниками и боссами. Погрузитесь в джазово-нуаро-сюрреалистический мир 20-х годов игры Contrast. Игроку предстоит взять на себя роль девушки Дон, воображаемого друга девочки Диди. Вместе вы сможете пролить свет на темную историю. Игра наполнена душесчипательной драмой и кучей захватывающих головломок, основанных на взаимодействиях с тенями. Metal Gear Rising Revengeance – это то, чего так не хватало на Nvidia Tegra. Бодрый экшен-слэшер в духе Devil May Cry скрасит часы любого геймера. Вам предстоит играть за бывшего оперативника отряда Foxhound по имени Райден. Райдену предстоит сражаться с помощью своего клинка с армиями солдат и различной военной техникой. Иногда сталкиваясь с уникальными боссами, каждый из которых после своего поражения оставляет новое необычное оружие. Ну и, естественно, потрясающий сюжет. А теперь перейдем к топ-10 игр с виртуальной реальностью на Android. HardCode – это одна из первых качественных мультиплеерных игр с отдельным синглом. Разработчики постоянно пополняют контент и обещают развивать ее с каждым днем. Игра поддерживает любые устройства и контроллеры и обещает незабываемый игровой опыт. Moonbird VR – странная, но одна из самых качественно реализованных VR-игр на сегодняшний день. Вы будете парить птицы над облаками и в космосе, контролируя направление, скорость и воздух. Не обращайте внимания на бабу, она не понимает, что творит. Вракун – забавная бродилка, в которой вы сможете почувствовать себя енотом. Вам нужно собрать как можно больше сладостей. Только вот управление осуществляется за счет подталкивания клубка. Куда направляется клубок, туда направляется и енот. Настолько же весело, насколько и глупо. Haunted Rooms Escape – это качественный и местами пугающий квест с неплохой графикой. Как всегда, у главного героя амнезия, и вам придется выбираться из дома, решая головоломки и попутно обсыраясь. Ничего нового, но, скажем так, с VR покатит. Chain Room – это очень короткая, но качественная игра, в которой вы побудете в шкуре юриста. Хотя это понятно только по описанию. Все, что от вас потребуется, это сидеть на стуле и шарахаться от скримеров. В игру стоит поиграть ради пробы того самого VR и качественного звукового сопровождения. Хотите почувствовать себя Индианой Джонсом? Исследовать древние пещеры, полные ловушек и загадок? Тогда попробуйте выбраться живым из пещеры в игре Hidden Temple. Собирайте и совмещайте предметы. Решайте головоломки и сделайте все возможное, чтобы пещера не стала вашей гробницей. House of Terror VR – это неплохой хором с многочасовым прохождением и интересным дизайном уровней, который помогает в ощущении реальности приближающейся угрозы. Вы опять не знаете, кто вы, где вы находитесь и зачем, черт возьми, играете в эту игру? Когда уже разработчики начнут думать башкой? У всех амнезия, ты на них посмотри. Ну и, конечно же, какой VR может обойтись без гонок? VR-карт Sprint на сегодняшний день являются самыми качественными гонками для VR. Простая, но приятная графика, интересные гонки и никакого мыла. А это важно для получения хорошего впечатления от VR-гейминга. Вдобавок тут есть оружие и мультиплеер, что приободрит ваше времяпровождение. В лампу VR вы должны спасти друзей светлячков от похитивших их пауков. Главная особенность – это управление светлячком за счет акселерометра и поворотов головы. Но в отличие от той же Moonbird VR, здесь придется быстро думать, успевать уворачиваться и попутно собирать бонусы. Ну и одна из самых приятных VR-игр на сегодняшний день – это VR-фэнтези. Приятная графика, грамотный подход к управлению и интересные головоломки. Игра до безобразия проста, зато не напрягает и позволяет полностью насладиться VR на Android без тошнотворного ощущения. VR-фэнтези постоянно дополняют и улучшают, так что вы всегда найдете, чем вам заняться. А на сегодня это все. Еще раз спасибо, что вы с нами. Удачи и до скорой встречи в новогоднем шейке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова